МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиша и ближайшая несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу подарил гомельским болельщикам сразу два интересных матча. В воскресенье в очном поединке сошлись БЧ и Агрокомбинат Южный. Победа осталась за железнодорожниками 3-0. А накануне этого противостояния ВРЗ и Оршанский Виттен устроили настоящую голевую феерию. У Дмитрия Шамли дисквалификация, у Евгения Кулачко небольшие проблемы со здоровьем. Так что главкому ВРЗ Анатолию Яновскому пришлось на старте матча полагаться на резервистов. Счет открыли хозяева. На седьмой минуте при розыгрыше штрафного Матвиенко откатил мяч Гончарову, который мощно пробил. Правда, радость была недолгой. Спустя пару десятков секунд Черниенко удачно подставил ногу под передачу партнера. 1-1. Виттен стал настойчивее в атаках. В середине тайма на поле появился главный голеодор вагоностроителя Евгений Кулачко. Надо сказать, что он особо не раскачивался. В первой же своей смене Кулачко пополнил свой бомбардирский багаж. И снова успех принес стандарт. Очередной голевой пас на свой счет записал Антон Матвиенко. Уже не испытывал то же самое болевые ощущения в коленном суставе. И мы его чуть-чуть пытались поберечь. Но наступил тот момент, когда уже нужно было его выпускать. И в принципе он оправдал тем, что вышел и забил своим мячем. Не прошло и минуты. После того, как отличился Кулачко, счет стал уже 3-1. И снова аршанцы провалились при розыгрыше стандарта. Отличился Вячеслав Григорьев 3-1. Тут же главком Витена Александр Савинцев берет таймаут. И гости начинают играть сгонялой. Вагоностроители прижимаются к своим воротам, не забывая про контратаки. В итоге за 20 секунд до перерыва Витену удается сократить счет. Черниенко первым оказался на добивании. Дегтяренко был бессилен. И тут бар шансом спокойно доиграть с тайм, но они вновь выпускают пятого полевого. За что их и наказал Евгений Клачко, поразив пустые ворота. 4-2. До сирены на перерыв оставалось менее двух секунд. Во втором тайме Витен продолжил игру сгонял. Мяч редко покидал половину хозяев. Правда, если покидал, то это почти всегда заканчивалось опасностью ворот гостей. Игра в меньшинстве измотала вагоностроителей. На 28-й минуте прессинг Витена принес результат. Антон Гусаков сократил разрыв. А на 32-й минуте Александр Вершинин и вовсе сравнял счет. 4-4. Казалось, что гости смогли переломить хоть матч. Однако у ВРЗ было на это свое мнение. Менее чем через минуту после пропущенного мяча вагоностроители снова вышли вперед. После точного удара Дмитрия Рябцева трибуны локомотива ликовали. Спустя еще две минуты счет стал уже 6-4. Дмитрий Гончаров обокрал защитника и забил в пустые ворота. В оставшееся время ВРЗ было не остановить. К финальной сирене Клочко оформил покер, а Гончаров – хет-трик. И снова гости не лучшим образом играли во время стандартов. Под самый занавес матча Витен немного подсластил пилюлем. Пенальти в ворота ВРЗ забил Евдокимов. Итоговый счет 9-5 в пользу вагоностроителей. Это впервые, наверное, такое, что вот так вот играть в меньшинстве практически полтора тайма. И физически это очень тяжело. Сегодня все, что задумали мы, все это прошло. Это очень приятно. Не всегда оно так получается, когда задумаешь об этом. Но сегодня наш день, как говорится, был. Проиграли, я считаю, стандарты. Забил нам соперник, по-моему, если не ошибаюсь, 4 мяча. Плюс свои детские ошибки где-то нужно с холодной головой было сыграть. Привезли себе, когда рисковали, сгоняло и два мяча в пустые ворота. ВРЗ продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата. БЧ располагается на седьмой позиции, Южане на двенадцатой. ЦКК все так же на последней шестнадцатой строке. На этой неделе в экстралигии хоккейного чемпионата Беларуси начинается второй этап. Первые матчи пройдут уже в четверг. Гомель ожидает в гости Неман, а Жлобинский металлург Динамо Молодечно. Между тем в областном центре соревновались будущие звезды хоккея. Состоялся международный юношеский турнир на призы хоккейного клуба «Гомель». Соревнования приурочили к 73-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Участие принимали юноши 2004 года рождения. Всего шесть команд. Дружины представляли три страны – Беларусь, Россию и Украину. Среди претендентов на победу в турнире были хозяева – юные хоккеисты «Гомеля», а также команда «Металлург Жлобин», центр олимпийской подготовки «Раубичи», столичная «Сдюшор», лавина из города Днепры, Славутич из Смоленска. Соревнования получились представительными и обещали множество интересных и напряженных матчей. А это самое ценное для юных хоккеистов. Самое главное, что приобретается опыт, что они играют с сильными соперниками. И все-таки это международный, как никак, опыт. Это очень многое значит. Кстати, стартовали украинские хоккеисты весьма удачно, обыграв «Жлобинский» «Металлург» 5-3. Не дальше лавина выступала вполне неплохо. В оставшихся четырех играх украинские хоккеисты потерпели два поражения и одержали одну победу. Один матч свели к ничьей. И в итоге финишировали на третьем месте. Одним из самых принципиальных на турнире, конечно же, стало противостояние Гомеля и «Жлобинского» «Металлурга». Страсти на льду кипели, и по окончании игры даже случилась небольшая потасовка между хоккеистами. Правда, было это уже после финальной сирены, которая зафиксировала победу «Жлобинчан» со счетом 7-3. Всегда боролись, всегда бились, всегда были горячие матчи у нас вместе с ними. Но сегодня немножко была фортуна на стороне «Жлобина». В этой игре двумя заброшенными шайбами отметился центр-форвард «Металлурга» Иван Лапин, кстати, выступавший ранее за Гомель. Первый гол мне дали пас, я просто добил, а второй гол бросил и забил тоже. Оказалось, что такая результативность не случайна. Ис по итогам турнира Иван забросил 13 шайб и сделал 16 результативных передач и примерил лавры лучшего бомбардира соревнований. Победители и призеры турнира определялись в последний игровой день. Судьбу шестого и пятого мест в очном поединке решали Слаутич и Сдюшор. Менчане оказались сильнее и заняли предпоследнюю строку в турнирной таблице. Победитель противостояния Гомеля и Лавины должен был занять третье место. Игра завершилась в ничью и по дополнительным показателям выше в таблице оказались украинские хоккеисты. Хозяева довольствовались четвертым местом. Минифинал между Металлургом и Раубичами окончился за счетом 3-1 в пользу Жлобинчан. Стальные волки стали победителями турнира. Хоккеисты команды Раубичи – вторые. В Гомеле соревновались борцы греко-римского стиля. Областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ собрала под свои знамена атлетов со всего региона. Сильнейшего на ковре определяли юноши 2000-2001 годов рождения. Эмоций на детских соревнованиях всегда в избытке. Если мастерства юным спортсменам не всегда хватает, то в желании победить им не занимать. Так было и на областной спартакиаде Дю США. Соревнования лично командные, так что борцы сражались не только за себя, но и за свою спортшколу. На кону путевка на республиканскую спартакиаду. А возможность победить есть у любого. Фаворита в таких соревнованиях назвать тяжело даже специалистам. Бывает где-то в этом году одна школа лучше, возраст немножко подошел другой, там немножко спад, там подъем вторая. Поэтому явного лидера такого, как бы сказать, что у нас нет. Сейчас идет отбор в сборную Беларуси для участия в первенствах мира и Европы. И это еще один мотиватор для спортсменов. Кстати, в предварительном списке тренерского штаба есть и спортсмены из Гомельской области. Мы уже определили примерный состав. У нас сейчас будет сбор в стайках на Олимпийской базе. Мы уже состав определим. И с тренерами уже даже до соревнования определились там человек 5-6, которые у нас уже будут попадать в сборную. Будем готовиться с этими ребятами. Что касается областной спартакиады Дю США, то лучше своих соперников. Выступили воспитанники Мозырской с Дю Шоро-Жемчужина-Полесье. Второе и третье места заняли гомельские спортшколы. На второй строке расположилась команда с Дю Шоро-Профсоюзов по борьбе. На третьей – Дю США по боксу и пулевой стрельбе. На минувшей неделе Гомель почтил своим присутствием главный тренер национальных команд Беларуси по теннису Владимир Волчков. Здесь, в профильном областном центре Олимпийского резерва, наставник вместе с командой специалистов Национальной академии тенниса провел мастер-класс для юных спортсменов и их тренеров. Кстати, участниками мероприятия стали не только гомельчане. Приехали также ребята из Могилева. Наша съемочная группа тоже наведалась на открытую тренировку к теннисному гуру. Владимир Волчков – один из самых прославленных белорусских теннисистов. Двукратный полуфиналист турниров «Большого шлема». Дважды участник Олимпиад. Ныне тренер национальных команд Беларуси по теннису. Для проведения мастер-класса в Гомере наставник взял с собой еще несколько соратников-профессионалов. Помогали Виталий Версоцкий, Егор Смоляков, Павел Ржепецкий, Мацей Домко, а также молодой перспективный теннисист Максим Дубаренко. Кстати, мастер-класс в таком формате впервые прошел за пределами столицы. Данное мероприятие, я думаю, является одним из первых, надеюсь, в длинном списке мероприятий выездных, которые будет реализовывать Белорусская теннисная федерация с целью продвижения современных методик теннисной подготовки. Сегодня мы будем оживлять теннис в регионах. Это важнейший момент. Нам нужен приток талантливых, способных, мотивированных детей. И сегодня есть с чем поделиться. То есть на базе национальной теннисной академии уже сформирован определенный современный принцип подготовки, и мы с радостью им делимся. Здорово, что такие мероприятия мы начали их организовать. Принцип работы Волчкова и его коллег – так называемые интегрированные тренировки. Суть – отойти от ежедневного повторения одного и того же. И каждый день в недельном микроцикле сосредотачиваться на чем-то конкретном. После разминки – отработка разных техник. Как неоднократно говорил Владимир Волчков, теннисист по корту не бегает, теннисист по корту двигается. Во время матча спортсмен сталкивается с многообразием и непредсказуемостью игровых ситуаций. Он должен быть готов ко всему. Потому и существует целый комплекс специальных упражнений, которыми мячане охотно делились на мастер-классе. Ребятам тренировка в новом формате явно пришлась по душе. Хорошо. Я рад, что я играл пару с Владимиром Николаевичем Волчковым. Он хороший тренер, он хорошо тренирует детей. Я узнал очень много новых упражнений. Мне очень было интересно, потому что приехал Владимир Николаевич Волчков. Он был в полуфинале, он был доном в Беларуси, очень знаменитый игрок. Ну, интересно было тоже очень хорошо. Новые упражнения узнал. Вторая часть мастер-класса Владимира Волчкова в Гомеле была больше ориентирована на обучение местных тренеров. Ведущий подробнее рассказал о дифференциации тренировочных дней по видам работы. Кстати, система уже доказала свою состоятельность. Наша мужская команда по этим принципам готовилась к матчам Кубка Дэвиса. И белорусы вышли в первую группу евроафриканской зоны. Теперь мячане хотят внедрить свою систему тренировок и в регионах. В Гомеле дан хороший старт. Воплотятся ли в жизнь идеи, покажет время. Во всяком случае, доброе начало положено. Уменьшался мастер-класс Владимира Волчкова и компании раздачи автографов и мини-фотосессий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok